2,5 тысячи километров. Разница во времени и закрытые границы. В современном мире это не преграда для деловых переговоров. Заместители главы Дмитровского городского округа встретились в сети с руководителями департаментов администрации итальянского города Удины. Рады видеть уже знакомые лица и рады приветствовать. Разрешите представить участников с нашей стороны. С итальянской делегацией общались Оксана Котова, Елена Виноградова и Константин Савченко. На повестке дня сферы потенциального сотрудничества между итальянским Удиной и Дмитровым. По результатам после того, как мы закончим с вами данную конференцию, мы составим план, представим данные планы на согласование нашим главам. И те пункты планы, которые будут одобрены нашими главами, они станут основой протокола о намерениях между нашими муниципалитетами. Первую половину встречи делегации презентовали свои округа, делились успехами в самых разных сферах. От сельского хозяйства. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории Дмитровского округа составляет более 50 тысяч гектаров. Такое предприятие, как Дмитровские овощи, является одним из крупнейших предприятий не только на территории Московской области, но и на территории всей Российской Федерации. На данном слайде вы можете видеть долю общего объема продукции, выращенной на территории Дмитровского городского округа от всей Московской области. До работы с заморскими компаниями. Ярким примером успешного интернационального сотрудничества в этом году стало открытие крупнейшего в Европе складского комплекса Леруа Мерлен и регулярного железнодорожного сообщения из китайской провинции Ляунин на базе терминально-логистического комплекса «Белый Раст». Это далеко не единственные проекты в сфере международного сотрудничества. В настоящий момент Дмитровский округ сотрудничает и на нашей территории расположены резиденты из таких стран, как Китай, Южная Корея, Франция, Индия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Израиль. Что касается инвестиций, в 2019 году общий объем инвестиций составил 340 миллионов евро. Дмитровский городской округ реализует совместные проекты с городами-побратимами, в их числе 14 крупных населенных пунктов стран ближнего и дальнего зарубежья, а также России. Елена Виноградова поделилась с иностранными коллегами успехами муниципалитетов в сферах образования, спорта, реализации национальных проектов и, конечно же, туризма. Дмитровский округ – это территория туризма и спорта. В Дмитровском округе присутствуют все виды туризма – и культурно-познавательный, паломнический, спортивный, активный, пассивный, любые, на любой вкус и, соответственно, доход гостя. На уровне региона мы входим в топ-10 территорий в сфере развития туризма. В свою очередь итальянская страна продемонстрировала небольшой ролик о городе Удины – административном центре провинции Фриули, Венеция, Джулия. Ведущие области в экономике итальянского региона. Сельское хозяйство, машиностроение, нефтепереработка, химическая промышленность и многое другое. Сферы потенциального сотрудничества итальянцы видят в культуре, образовании, промышленности, туризме, спорте, развитии территорий, благоустройстве и инвестировании. Иностранная делегация сразу же пригласила к себе в гости по программе обмена Дмитровские творческие коллективы и предложила организовать выставки друг у друга. Основные вопросы сотрудничества обсудили уже за закрытыми дверями. Ведь реализовать многие проекты станет возможным только тогда, когда ситуация в мире наладится.